Знакомая ситуация. Казалось бы, простой вопрос, как сделать включение света автоматическим. Решается это действительно очень просто. Но вот как сделать автоматическим, а главное, корректным его выключение, совсем не то же самое. Суть задачи сводится к определению наличия человека в помещении. И сейчас я покажу, как с нуля построить вот такой сценарий в Node-RED, используя датчик движения и датчик открытия двери. Еще с самого начала пути внедрения умного дома в 2012 году мне никак не удавалось решить вторую часть этой головоломки, а именно выключение света в ванной. Встроенные и сторонние инструменты создания сценариев в используемых тогда мною контроллерах не имели никаких шансов на это. Лишь в 2018 году, когда я переехал на более-менее юзабельную версию Home Assistant, примерно 0.40, я познакомился с Node-RED. Прекрасный, гибкий, мощнейший инструмент автоматизации. И в нем-то я и обнаружил тот заветный компонент для решения моей задачи — State Machine. State Machine или конечный автомат в рамках Node-RED — это нода, имеющая определенное количество состояний и триггеров, вызывающих ее переход из одного состояния в другое. В любой момент времени нода может находиться только в одном из состояний и переходить в другое лишь когда сработает определенный для этого состояния триггер. Один и тот же триггер может быть использован для перехода более чем из одного состояния. Вот схематичный пример того, как будет выглядеть будущий сценарий. Я открываю дверь, свет включился. Захожу внутрь — движение обнаружилось. Закрываю дверь и начинаю делать свои дела. Свет остается включенным и при выполнении следующего условия по обнаружению движения помещение помечается занятым. С этого момента свет сам не гаснет. Выхожу из санузла и закрываю дверь. Свет выключится через заданный промежуток времени. Если оставить дверь открытой, то свет погаснет по таймауту после последнего события об отсутствии движения. Состояние помещения до тех пор не поменяется. Если, находясь внутри, выключить свет выключателем, то при следующем обнаружении движения он включится. Теперь более детально покажу это в Node-RED. Ссылка на готовый код этого сценария есть в описании под видео. Начнем с сердца всего сценария. Стейт машины. У нее есть четыре возможных состояния, которые могут назначаться помещению. Не занято. Ожидание закрытия двери. Ожидание движения. Занято. Далее идет список триггеров, которые вызывают переход из одного состояния в другое. Дверь открылась, вызывает переход из любого состояния в ожидание закрытия двери. Это означает, что пока дверь открыта, любые действия игнорируются. Дверь закрылась, переводят из ожидания закрытия двери в ожидание движения. Значит, когда внутрь кто-то зашел и закрыл за собой дверь. Движение обнаружено в первом случае не приводит ни к чему. Второй вариант нужен на случай отключения света выключателем, когда внутри кто-то есть. Первое же движение приведет к состоянию занято. И третий для базового сценария, когда ожидается движение внутри после закрытия двери. Последний триггер из любого состояния переходит к состоянию не занято. Следом создается свитч нода. Каждый ее выход повторяет состояние стоит машины. Добавляю датчик двери с проверкой включенного состояния. Это необходимо, чтобы у нода появился второй выход. И change нода, в которой именам статусов, полученных от датчика двери, будут назначаться те же имена, что и у соответствующих триггеров стоит машины. То же самое и для датчика движения. Фибара в моем случае. Соединяем их со входом стейт-машины. И сразу, чтобы далеко не ходить, создадим проверку того, что свет выключен, и запрос на его включение. Свет будет включаться как при открытии двери, так и при обнаружении движения. Добавим такую же конструкцию для проверки и выключения света. Плюс к этому таймер, например, на 5 минут. Когда прилетает команда на выключение, происходит задержка, а через 5 минут отправляется сообщение OFF. Чтобы остановить таймер, предусмотрено два варианта, одним из которых является сообщение ожидания закрытия двери. Основным источником команды на выключение света будет состояние ожидания движения, а ожидание закрытия двери будет останавливать таймер. Для обработки режимов «Занято» и «Не занято» добавляю две Change ноды, в которых формируются команды ON и OFF соответственно. и просто отправляю это в MQTT Topic. Со стороны Home Assistant к этому топику подключается вот такой бинарный сенсор, отображающий статус помещения. После того, как таймер завершит свою работу, вместе с выключением света в State Machine в машину также отправляется сообщение «Не занято». Для случая, когда дверь долго остается открытой, нужен отдельный таймер перед тем, как запускать таймер на выключение света. Он будет сбрасываться командой «Ожидание движения», которая означает, что дверь закрылась. Также, чтобы его сбрасывать при переходе в состояние «Занято», будем отправлять ему сообщение «Reset». Когда свет гаснет от нажатия выключателя, отправляем сообщение для перехода в состояние «Не занято». «Create». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И для сброса таймера выключения света добавляем отдельную Change ноду, которая будет это делать. Когда свет включается от нажатия выключателя, сразу запускаем таймер на его выключение. Теперь добавим обработку события выключения света снаружи, когда кто-то есть внутри и дверь при этом закрыта. Так как стрейт машина будет находиться в состоянии не занято, то при обнаружении движения она перейдет в ожидание закрытия двери. Но так как дверь уже закрыта, то сделаем простую проверку этого. И следом отправим в стейт машину сообщение, что дверь закрыта. При использовании такого сценария в совмещенном санузле не обойтись без определения того, занят ли унитаз. Это определяется датчиком расстояния. В качестве прототипа я когда-то использовал ультразвуковой датчик, но для постоянного использования я бы применил гораздо более компактный оптический датчик, который можно незаметно спрятать в стене на этапе ремонта. Для обработки сообщений от датчика расстояния добавим в стейт машину два новых триггера. А эта конструкция используется для дополнительной проверки, если не запирать за собой дверь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чуть не забыл. Когда помещение переходит в состояние занято, нужно сбрасывать таймер на выключение света. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь важное замечание. В этом примере описан сценарий с использованием датчика движения FIBAR. В нем можно настраивать период, после которого контроллеру отправляется сообщение о том, что движения больше нет. Я поставил 15 секунд. Если вместо него использовать, например, датчик от Акара, то немного поменяется логика определения повторного движения для перехода в состояние занято. Так как он отправляет контроллеру статус о том, что движения больше нет только спустя одну минуту после последнего обнаружения, то 90 секунд гарантировано достаточно для того, чтобы точно определить наличие человека внутри, при условии, что дверь не открывалась. Следовательно, после проверки в стейт-машину отправляется сообщение о том, что движение обнаружено. Еще пару лет с момента создания я неспешно доводил этот сценарий до ума, влавливая разные редкие глюки и ложные срабатывания. Поэтому, кроме как лучшей, эту автоматизацию не назвать. На этом все. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова